20 сентября в России отмечали День работников леса. Какова сегодняшняя лесная политика? Какими проблемами живут наши лесничьи? Каковы цели и задачи? Об этом в многом году мы разговаривали с заместителем министра природных и ресурсов и экологии Карачао-Черкесии Даблетом Увжаевым. Даблет Азридович, скажите, пожалуйста, основные задачи и функции Вашего Министерства? В соответствии с законодательством, основными функциями и задачами Министерства природных ресурсов являются охрана, защита, воспроизводство лесов. Охрана у нас ведется от пожаров и от вырубок незаконных, защита у нас ведется от болезней и вредителей, ну и воспроизводство это естественное восстановление, содействие естественного восстановления лесов. Даблет Азридович, кто сегодня работает на благо леса и в лесу? Сколько Вас? Какова нагрузка на одного лесничего? И, кстати, как правильно называть Ваших сотрудников? Лесник или лесничий? На сегодняшний день общее количество работников леса у нас составляет 450 человек, из которых у нас порядка 200 человек это инженерно-технические работники, в том числе у нас 135 человек лесных инспекторов. С введением лесного законодательства, понятие лесник у нас вообще упразднено. На сегодняшний день функции по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляют у нас лесничие, государственные лесные инспектора, то есть лесничие, помощники лесничих и мастер леса. Нагрузка на лесничих у нас составляет 2,9 тысяч гектаров. У нас 28 участковых лесничеств и на каждом участковом лесничестве у нас лесничий, помощник и мастер леса. Большая нагрузка, да? Нагрузка очень большая. При нормативе 1,8 тысяч гектаров, есть у нас норматив на одного лесничего, у нас составляет 2,9 тысяч гектаров. А почему? Потому что у нас работников не хватает, недоукомплектованность сотрудникам. Лес – это наше богатство, но не все это понимают, как бы говорят, но не всегда понимают. Потому что вот когда бы не включил телевизор, по разным каналам показывают одно и то же. Лесные пожары, лесные пожары в самых разных регионах страны. А какова ситуация в Карачае и Черкисии? Сколько было у нас лесных пожаров, по чьей вине? С начала 2020 года, с января, по настоящее время у нас зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади, 182 гектара. Ущерб от этих пожаров составил 1,185,000 рублей. Как бы причины, они разные, и человеческий фактор, и природный фактор. По всем фактам переданы материалы в МЧС и правоохранительные органы для установления уже конкретно виновных в этих пожарах. А, кстати, тушение лесных пожаров, это тоже входит в обязанности лесничих? Нет, тушение лесных пожаров у нас осуществляет Республика, свое государственное бюджетное учреждение, лесная пожарная охрана. Количество сотрудников там 83 человека, из них лесные пожарные сторожа это 50 человек, лесные пожарные 22 человека и административные работники 11 человек. Также принимали участие сотрудники МЧС России по Карачао-Черкесской республике, волонтеры, добровольные пожарные дружины. Задача ваших сотрудников не только охранять, но и восстанавливать лес. Как ведется эта работа, по каким направлениям? Одним из основных направлений деятельности министерства является лесовосстановление. Оно ведется естественным и искусственным путем. Искусственное это посадка насаждений, соответственно, и, естественно, это содействие, содействие естественного восстановления лесов. То есть это минерализация почвы в данном случае. А что это такое? Это обработка почвы в тех местах, где проводились санитарно-оздоровительные мероприятия, то есть санитарная вырубка лесов. И после этого осуществляется именно минерализация почвы, то есть естественное искусственное содействие восстановлению леса. Раз уж мы заговорили о защите, то жители Карачао-Черкесии, конечно, обеспокоены картиной, которая наблюдается буквально во всех уголках Карачао-Черкесии. Мы видим, что деревья пропадают, гибнут, сохнут. И эта картина наблюдается и в Ганачхирском ущелье, и на Махаре, и на Лобе. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? И пытается ли как-то Министерство природных ресурсов экологии Карачао-Черкесии приостановить этот процесс? Почему так происходит? Конечно, мы пытаемся. Основным способом борьбы именно с вредителями является санитарно-оздоровительное мероприятие на территории Карачао-Черкесии. Это выборочная санитарная рубка деревьев, сухих и перестойных. В 2020 году были выявлены такие явления, как большой еловый лубоед. И вот для того, чтобы с ними бороться, было принято решение и проведено в санитарном мероприятии рубка сплошная этого участка и утилизация порубочных остатков путем сожжения. Такая картина наблюдается повсеместно и за границей, и в Канаде, и в Европе и так далее. Такое мнение ученых, что это вызвано потеплением климата, и с ними не поспоришь. Говоря о защите леса, конечно, нельзя не упомянуть о том, что волнует всех жителей Карачао-Черкесии без исключения. Мы знаем, что не так давно мы наблюдали такую картину, буквально практически по всем ущельям шла вырубка леса. Законное-незаконное. Люди считают, что несмотря на закон, незаконная вырубка леса все-таки продолжается. Какова картина сегодня в Карачао-Черкесии? Что Вы скажете на это? С начала года на 1 сентября в Карачао-Черкесской республике выявлено 19 фактов незаконных рубок. По всем фактам возбуждены дела уголовные, ну все факты переданы в правоохранительного опыта, и по всем фактам возбуждены уголовные дела. Скажите, Давред Азритович, вот некоторые участки леса переданы в аренду. Насколько добропорядочно себя ведут арендаторы, и сохраняют ли они все мероприятия по сохранности леса? На сегодняшний день у нас в Карачао-Черкесии заключено 799 договоров аренды лесных участков. В основном это идет рекреация, 622 договоров и другие виды, это сельское хозяйство и охотничьи направления. Что касается именно арендаторов, да, в основном, бывает, не без нарушений, конечно, но в основном все арендаторы добросовестные вреда не наносят. Есть проекты освоения лесов, они все осуществляют свою деятельность на этих участках согласно проекту освоения лесов. То есть жалоб нет у вас, да, на них? Ну, жалоб в целом нет, да. Я не раз имела дело с лесничами и понимаю специфику их работы. Работа трудная, опасная, люди постоянно в разъездах, но при этом зарплата у нас достаточно, в ведомстве небольшая, да, у них. Скажите, пожалуйста, есть ли проблема привлечения сотрудников, идет ли к вам молодежь? Нехватка сотрудников у нас однозначно есть. Молодежь сейчас поступает по разным направлениям, но очень мало учащихся в сфере лесного хозяйства, специалистов, так скажем. На сегодняшний день у нас есть и предпенсионного возраста сотрудники, и заменить их кадрами как бы невозможно, то есть не представляется возможным, так как специалистов как таковых нет. На этом бы можно было и закончить нашу передачу, но за кадром осталось несколько вопросов, которые мы не смогли оставить без внимания. По чьей вине гибнут леса? Кто эти безвестные герои в кавычках, которые из года в год наносят лесному хозяйству республики колоссальный ущерб? Как относятся жители республики к одному из главных природных богатств Карачаево-Черкесии – лесу? На эти вопросы мы попросили ответить государственных инспекторов Тибердинского государственного заповедника, которые совершали свой обход по Махарскому ущелью. Загорение лесов происходит от местного населения нашего. Пожары лесные – это бич и заказника федерального, и биосферного Тибердинского заповедника. Вот сейчас жаркая погода, вот боимся, вот сейчас, не дай бог, загорится там, будем работать. Весенние палы у нас – самое бедственное положение, это в заказнике, и Тибердинского заповедника не так, как в заказнике, понимаете. У нас хозяйственная деятельность в заказнике разрешена, находится, вы видели, там по Давудскому ущелью столько кошар, столько животных этих точек. И вот каждый думает, что вот весной траву подпалил, прошлогоднюю, трава молодая вылезет, там основные, они ссылаются на клещи, понимаете. И вот приходится неделями, если, не дай бог, там осадков не бывает, мы месяц тушим, и больше месяца, но неделями вот так приходится тушить пожары, своими силами. К сожалению, работникам заповедника приходится заниматься не только тушением пожаров, но и другими проблемами, которых у них могло бы и не быть. Если бы не наши бездомные отношения к природе. Вот и отдыхающие это замечают. Мне очень нравится природа, спокойствие, миротворение, которое я получаю от этих пейзажей. Единственное, что огорчает, это культура людей и отношения к своей природе. Это гости из Ставрополя о мусорных свалках на Махаре. Справедливое замечание. Действительно, эта проблема существует. Мусорные свалки на любом курорте из республики, в том числе и на Махаре, не редкость. За чистотой леса приходится следить государственным инспекторам, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Есть другая проблема, которая с мусором. Все, кто находится на территории заказника, они свой мусор... Ну, сейчас вот по воскресеньям ездит машина с Карачаевска, забирает этот мусор. Ну, раньше, вот до этого года, этот мусор, они вот вчитывают, вбрасывают. Ходишь по лесу, невозможно уже ходить в некоторых местах. Очень грязно. Как вы решаете эту проблему? У вас есть возможность наказывать как-то, выписывать штрафы, административное взыскание накладывать? Проблемы с мусором мы как решаем? Вот проводим беседы. Вот кошара, например, подъезжаем, это уже не один раз. Беседуем, просим просто, чтобы не выбрасывали мусор поблизости своих этих кошар, чтобы убирали за собой. И вот каждую весну, вот сколько мы раз проводили мешки, берем, на машинах выезжаем и собираем мусор вдоль дорог. Вот едет машина, им не зазорно, выпил там, выкинул вдоль дороги, валяется все. Сколько раз мы убираем. Мы сами проводим субботники по очистке вот этих мусоров. А так предупреждаем. Предупреждение обязано составлять протоколы. Вот и получается, что мы, жители республики, многое с удовольствием говорим о том, в каком чудесном месте мы живем. Как важно беречь и сохранять наше природное богатство. Но на практике ничего для этого не делаем. Приехать, отдохнуть, это да, мы любим. А вот хотя бы убрать за собой мусор, оставить чистую поляну, это пускай сделает кто-нибудь другой. Например, те же лесники, им из-за этого деньги платят. Но ведь у них совершенно другие задачи – охранять и беречь то, что подарила нам матушка природа, наше богатство, наши леса. Пока что они у нас есть, но при таком безответственном отношении их ведь в скором времени может и не стать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok